Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Каким образом можно заставить человека сказать правду, в данном случае мужчину? Никак, если мы говорим про заставить. Никак, если человек не хочет говорить правду, он вам ее не скажет. Вот, а если человек скажет вам правду, а вы ему не доверяете, то вы ему 100% и не поверите. Вот, потому что это вопрос именно недоверия себе и вопрос именно, я бы сказал, недоверия самой себе. У вас, Екатерина, вот, что вы не доверяете самой себе, вот. И, соответственно, из-за этого вы хотите заставить, сказать человеку правду, чтобы как-то компенсировать свою тревожность в этом смысле. Поэтому вам бы вот обратить внимание на это именно больше, а не на то, чтобы заставлять человека говорить правду. Вот, просто здесь есть такая проблема, вот, и связана эта проблема, на мой взгляд, в первую очередь с тем, что вы, скорее всего, откажетесь это делать, то есть вы откажетесь определять, что это ваша проблема, вы будете, значит, считать, что проблема это исключительно мужчина, и что он должен вам сказать правду. Вот. А как вы узнаете, что человек вам сказал правду, как вы об этом узнаете? Как вы поймете, что человек говорит вам правду? Вот. Потому что любую правду, равную как ложь, можно всегда подвергнуть сомнению. То есть должен быть какой-то вот еще внутренний, наверное, ценз, да, чтобы остановиться. Вот. Чтобы остановиться в своем стремлении к правде. Вот. Если вы сами для себя этого сделать не готовы, если вы сами для себя сделать этого не можете, то поиски правды могут привести к по сути к такому вот постоянному третированию человека. вот к постоянному давлению на него, вот, к постоянному недоверию ему опять же. И в итоге, в итоге, в итоге, в итоге ничего хорошего из этого, как вы сами понимаете, не получится. Вот. Поэтому вам надо, на мой взгляд, самой решить. Вот. Верите ли вы мужчине или нет. Вот. Если вы ему не верите, то какие у вас для этого есть основания. вот. То есть, ну буквально, буквально. Вот. И, соответственно, после этого вы спрашиваете себе, готов ли я, готов ли я жить, например, с человеком, который не говорит мне на правду. Вот. И, если вы готовы к этому, если вы готовы жить, а с таким человеком, вот, то вы с ним живете. Если вы не готовы жить, с таким человеком, то вы с ним не живете. То есть, я имею ввиду, вот, в данном случае, ну, любую жизнь, которая может быть у вас. То есть, ну, вообще любую жизнь. Вот. Совместное проживание, если оно у вас есть, еще, значит, ну, какое, какое угодно. Вот. То есть, это вот то, что хотелось бы вам сказать. Вот. Как-то так в итоге какой-то в итоге такой ответ мог бы я вам дать. Вот. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. до сих пор, до сих пор, до�